В Шанхайской выставке мы участвовали в этом году первый раз. Нам было интересно принять в ней участие, потому что мы работаем с Ростуризмом по нескольким направлениям. И Ростуризму очень нравится нашим инфраструктурным проездом, так называемый поезд «Сияние севера». У нас есть три вагона, и четвертый вагон, так сказать, специальный вагон, а один вагон ресторана и два вагона купейника. То есть обычный состав, девяти купейный переделан под пять купе и под шесть, то есть повышенная комфортность. На самом деле вот такого хорошего качества отель на колеса. Чем заинтересован Ростуризм? Вот именно в общении с Китаем, потому что китайцы ездят в Санкт-Петербург, как культурную столицу ездят в Москву, а до регионов в комфортных условиях они не доезжают. И был вот как бы этот проект со стороны Ростуризма одобрен с тем, что как инфраструктурно он бы позволил развивать именно это направление. То есть не обязательно по республике Коми, да, то есть мы садимся в Москве, Ярославль, Гологда и так далее. Там Архангельскую территорию регион мы задеваем. И точно самое с Санкт-Петербурга. Мы даже в этом направлении, в прошлом году у нас было 90-летие республики, мы проводили этнографический форум, и Родьков на форуме присутствовал, мы подписали соглашение с четырьмя регионами по этому проекту. Ну и вот в этом году мы докупили еще один вагон, так сказать, ну вагон для проведения мини-конференции. То есть этот поезд, ну есть проблема, конечно, с российскими железными дорогами, как с Монополистом, но как без этого в нашей стране, но тем не менее это не страшно. Вот, поэтому такой инфраструктурный проект есть, и именно поэтому в Китае мы здесь, с тем, чтобы его презентовать на форуме завтра, предложить. Я не думаю, что у каждого региона есть такой проект, как у нас. Это не единственный проект, который у нас есть. Связано опять же с Китаем, вчера был подписан меморандум о сотрудничестве. По нашей территории проходит проект Белкамур. То есть это более короткое расстояние от Сибири, выход на европейские порты. Как бы вот тоже было подписано это соглашение, и как бы мы ожидаем именно поэтому направление китайских инвесторов. У Китая есть интерес к России, ну а к своему месту мы относимся пока спокойно, потому что как-то немножко все-таки больше были ориентированы на европейскую часть, мы к ним ближе, у нас республика Фюно-Угорска, мы им понятнее, то есть тем, кто же сам и Финляндия, например. Ну как бы я думаю, что с учетом инфраструктурных проектов и, так сказать, на масштабности такой страны, я думаю, что надо принимать участие и в шанхайской, и в пекинской выставке. Как бы у нас есть такие планы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!